Матч Звезд КХЛ Эти вопросы мы сегодня будем обсуждать с Геннадием Величкиным, заместителем управляющего директора КХЛ, возглавляющим спортивно-дисциплинарный комитет. Здравствуйте, Геннадий Иванович! Добрый день! В прошлый раз как раз мы с вами здесь говорили о Товгаях Витязя, после того, как был вынесен ряд решений достаточно суровых в отношении проштрафившихся игроков. Ну а вот теперь, собственно, можем ту же тему развивать, но уже под другим углом, потому что недавно состоялось заседание правления лиги, и вот в частности Джереми Яблонски была дисквалификация сокращена, он может вернуться на лед. Я думаю, что в момент принятия такого решения уже все понимали, что найдутся как довольные, так и недовольные, естественно. Многие обвиняют лигу в непоследовательности. Ну а как вы можете аргументировать, что ли, это решение, объяснить его для широкой публики? Ну, во-первых, дисквалификацию Джереми Яблонски, которую наложил спортивно-дисциплинарный комитет, которая оговаривается нашим регламентом, он отбыл полностью. Более того, он отбыл еще половину практически дополнительной дисквалификации. Дополнительная дисквалификация была наложена руководством континентальной хоккейной лиги в виде лишения его права выступать в этой команде до конца сезона. И вы понимаете, вот тут очень много всяких возникает вопросов. Правильно вы сказали, что некоторые говорят, что это непоследовательность. Ну, я бы так, наверное, не оценивал однозначно. Наверное, есть право людей судить так, но не все так однозначно. Вот давайте подумаем. Человек отбыл всю обязательную дисквалификацию. Человек отбыл, как я сказал, практически половину дополнительной дисквалификации. И на что рассчитывала континентальная хоккейная лига? Да и, пожалуй, все болельщики. Ну, вот вы понимаете, что человек, получивший дисквалификацию до конца сезона, и команда понимала, что команда, ну, практически нет шансов выхода в плей-офф. Тем не менее, этот человек остается в команде. Этот человек пытается зацепиться, работает тренером, естественно, не имея такой зарплаты, которую он имел бы, находясь игроком. А платить эту зарплату ему не могут. Вернее, ему платят эту зарплату. Только он всю эту зарплату максимально отдает в виде штрафа в лигу. Поэтому человек, не имея, по сути дела, того заработка, на какой он подписывал контракт, он остался в лиге, он работал в команде, был в клубе. И потом, вы знаете, говорить о каком-то монстре Яблонске, или там о другом, независимо, о фамилии. И когда этот монстр якобы где-то находится в стороне, это одно. А другое, когда ты общаешься с этим человеком, все-таки это человек. И вы знаете, я был один из первых, который предложил сделать эту самую серьезную дисквалификацию. Но многократно пообщавшись с этим парнем, я просто-напросто понял, что это спортсмен с большой буквы. Мы не будем говорить, какой он хоккеист, это будут оценивать тренеры, специалисты, об этом будут судить болельщики. Но это человек-спортсмен, это человек, который посвятил спорту всю свою жизнь. И тот поступок, крайне некрасивый, который он совершил, и вообще он, даже слово некрасивый, это слишком мягко для этого. Вот. Но, говоря дальше, мы понимаем, что иногда сильная лига, или сильный человек, или сильное общество, оно может простить. Оно может простить, и тем самым это наказание, ну, как бы оно не станет легче. И игрок, я думаю, может поменять полностью свое отношение. Ну, понятно, когда мы там говорим непоследовательное или что, мы все-таки не говорим беспрецедентное, потому что, ну, елки-палки, даже, не знаю, в уголовном праве есть такое понятие, там, как... Помилование. Да, или досрочное освобождение. Ну, неважно, то есть, ну, в сферах жизни, где, ну, скажем так, правонарушения или преступления гораздо более серьезные, чем в случае какие-то, поэтому, ну, я тоже не думаю, что здесь надо прям так раздувать из этого какую-то проблему. Тем не менее, всегда же остается вероятность, ну, а вдруг опять сорвется, тогда что? Ой, вот вы знаете, вы вообще никогда нельзя гарантировать что-то за другого человека или за другую... За другую историю это совершенно... Ну, с ребятами попытаться бы... Ну, вы знаете, почему-то есть уверенность, у нас есть уверенность, что, да, мы ни в коем случае не говорим, что теперь Джереми Яблонский не будет драться, он будет драться. Я больше, чем уверен, он будет драться, и мы увидим еще его драки. Но надеюсь, что мы увидим драки те, которые, как бы, допустимы в таком виде спорта, как хоккей, в жестком мужском виде спорта, и многие болельщики любят его за это, в том числе и за драки, которые будут проходить по каким-то правилам. Ну, вот, кстати, в отношении драк ведь тоже был принят ряд решений, там небольшие изменения, ну, видимо, тоже в сторону ужесточения все-таки наказаний, да, или как, более жесткого регламентирования. Вы знаете, нет, не в сторону ужесточения. Вот, что касается драк на этом же направлении континентальной хоккейной лиги, было принято одно такое решение, очень-очень интересное, наверное, для болельщиков. То есть, мы заметили, что присутствует, поскольку хоккей – это игра, а в любой игре элементами является там не только умение кататься на льду и владеть там клюшкой, но еще и думать, и тактически, и стратегически. Поэтому мы заметили, что есть такие возможные, такие варианты, когда две команды, находясь в плей-оффе, играют длительную серию, и та команда, которая имеет меньше шансов на выигрыш в следующий этап, она будет пользоваться этим правом. Правом автоматического удаления игрока соперника, если тот повторяет пройденные нарушения, допустим, вторая пятерка, вторая десятка, вторая двадцатка и так далее, и так далее. Так вот, в связи с этим было принято решение, чтобы такого не было, и чтобы команда честная, правильная, и игрок, как бы тот, который вышел играть и завоевывать награды именно в хоккее, а не в драках, не в боксе, то есть решение примерно, если популярно объяснить, примерно такое. То есть, если игрок не зачинщик, но участвует в драке, поскольку он защищается или просто отвечает, то этот игрок, даже получив второй раз подряд наказание, пятерку или двадцатку, он не пропускает автоматически следующий матч. Тогда как тот игрок, который был агрессором или зачинщиком, на него это правило продолжает действовать. Значит, ну были скептики и вопросы, а как это может быть? Может быть, зачинщиком быть игрок совсем не зачинщик. То есть, кто-то подъехал, ему что-то сказал, или из-под тяжка где-то ссунул, ткнул, зацепил. Ну да, это никто не видел, а все видели, что он пил. И оказывается, не зачинщик стал зачинщиком. Но я вас уверяю, что такое практически невозможно, поскольку кроме того, что судья примет такое решение на льду, этот каждый случай в режиме практически онлайн, то есть в течение нескольких часов после окончания матча будет рассматривать спортивно-дисциплинарный комитет СДК со своими независимыми экспертами, с экспертизой судейской, вплоть до того, что мы привлекаем сюда лучших международных, зарубежных арбитров и даем оценку тому или иному эпизоду. И ни одна вот такая вот подковерная штучка без внимания не останется. Ну вот уж, если вы за Яблонский не можете ничего гарантировать, то за себя, как за председателя СДК, гарантируйте, что все будет по-честному и по правилам. Я могу гарантировать, что внимательнейшим образом будем относиться к каждому такому случаю. Ну, чтобы мы не зацикливались только на драках, товгаях, дисквалификациях и прочем, событий же много интересных и много решений интересных принято. Драфт юниоров очередной пройдет в Челябинске. И вообще в Челябинск как-то перемещается центр активности. И матч звезд там будет следующий. Ну, драфт юниоров это ближайшая перспектива. Что это, на ваш взгляд, знаковое событие? Я думаю, что да, это событие достаточно знаковое. Это событие, наверное, со знаком плюс. Поскольку у нас хоккей, в принципе, и в советское время, и в постсоветское, и в настоящее время является одним из центров развития хоккея. Это Урал. Это, естественно, Челябинск. Это долгие годы уже стал таким центром Магнитогорск. Это Екатеринбург. Сегодня возрождается команда. Надеемся, что это будет еще одна. Конечно, если вспомнить у Челябинска, что же была история такая, как сегодня в Екатеринбурге. И посмотрите, мы сегодня о Челябинске говорим уже как о лидере. Я думаю, что и другие уральские города, в том числе и Екатеринбург, мы забыли сказать о Буфе еще, о Буфе и Сибирь там недалеко от нас. Поэтому это радует, что не только у нас Москва, Рига, Минск являются центрами хоккея, но и периферия, в частности, Урал. Что касается драфта юниоров, в этом году, вот, кстати, буквально час назад во все клубы пошли рейтинги всех молодых игроков, которые будут участвовать в драфте этого года. Это рейтинги как по России, так и по Европе, и по Америке. Это мальчишки 2005 года рождения, которые сегодня являются одними из лучших. Как эти рейтинги строились, наверное, наши зрители знают. А в этом году это особо внимательно отнеслись к этой системе. Мы буквально в прошлом году реформировали наше скаутское бюро в континентальной хоккейной лиге. Сегодня наш главный скаут Евгений Владимирович Зимин. Ему помогают четыре человека здесь в центре. Кроме этого, у нас работает пять скаутов региональных, при региональных отделениях хоккейной федерации российской. И сегодня настолько эта структура как бы заработала. Плюс они используют скаутов клубных, которые сегодня в клубах, как бы сегодня это новое рождение, и клубов именно скаутского движения. То есть сегодня институт скаутов достаточно активно развивается. И поэтому очень такой высокого уровня рейтинг составлен за эти месяцы. Сегодня он пошел по клубам. И мы будем продолжать эту работу, помогать клубам в отборе, в отслеживании вот этих вот лучших, молодых, талантливых мальчишек. И то, что этот драфт пройдет в Челябинске, наверное, это правильно. Школа Челябинская нам дала очень и очень много звезд. Сегодня это еще одна звездочка. Все мы знаем и радуемся, очень удовлетворены этим, что у нас вырос Женя Кузнецов. Поэтому в знак как бы благодарности, чтобы отдать какой-то долг, вот Лига пошла навстречу Челябинскому трактору и администрации города Челябинска. Плюс у нас есть очень большие такие, большое желание, причем оно совпадает с руководством Челябинской области и города Челябинска, провести этот драфт совершенно по-новому. По-новому. По времени мы понимаем, что это последняя пятница и суббота, мая месяца. Это как раз перед каникулами в школах, в вузах и так далее. Там, где очень много молодых сегодня людей. Мы предполагаем, что этот драфт не будет просто скучным мероприятием по дележке молодых талантов, который пройдет в течение двух часов и все. Мы хотим его растянуть на два дня. Мы в первый день предполагаем провести, я не знаю в каком это виде будет, или это будет матч лучших мальчишек, или это будут тесты какие-то публичные, или это будет по типу мастер-шоу. Ну что-то такое зрелищное мероприятие пройдет на арене трактор с приглашением болельщиков, зрителей, я думаю, не только Челябинска, Челябинской области, но и Башкирии, Свердловска, Екатеринбурга. Свердловская область и Екатеринбурга. Это, наверное, будут иметь возможность из других городов прилететь. На следующий день мы постараемся достаточно театрализованно провести саму процедуру драфта с приглашением и звезд каких-то, звезд спортивных, звезд эстрадных. Я думаю, что это будет достаточно интересно и мне очень импонирует то, что Челябинское руководство берется за это дело. И мы, надеюсь, совместными усилиями проведем здорово. Ну что же, прекрасная перспектива. Видите, друзья, теперь уже не только матч звезд путешествует по территории континентальной хоккейной лиги, но и драфт становится тоже одним из таких интереснейших мероприятий. Итак, внимательнейшим образом за всем следим. Челябинск, готовься. Ну а любители Витязя, поклонники таланта Джереми Яблонский, у вас еще есть несколько возможностей увидеть его в деле. Так что жизнь продолжается. И мне остается только поблагодарить моего сегодняшнего гостя, заместителя управляющего директора континентальной хоккейной лиги Геннадия Величкина. Спасибо, Геннадий Иванович. И имейте в виду, что всегда ждем вас здесь вновь и вновь. Спасибо.